Если помолим на кратко, Господи, благослови. Мы имеем Твое Твое. Мы умеем читать сегодня. Можем да читаем днес. Но если ты закрыл, если слово закрыто, то никто не может открыть. Но если ты открываешь слово, мы можем его разуметь, можем да го разберем, да го приемем в свои сердца. И в свое время это слово принесет обильный плод. И в свое время Твое слово что донесет обильный плод. Плод Твоей праведности. Плод Твоей святости. Плод Твоей святости. Плод Святого Духа. Плод на Святие Духа. Мы Тебя благодарим. И мы молимся во имя нашего Господа. И молимся во имя нашего Господа. Иисуса Христа. И народ Божий скажет. Иdensей Божий народ скажет. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И я сегодня скажу. Так. конкретно и постараюсь недолго. И тема моей проповеди сегодня перестань смотреть на змеи. И я открою первое место. И оно написано в Евангелии от Иоанна. Пиши голову в Евангелии от Иоанна. В третьей главе. Третья глава. С четырнадцатого стиха. От четырнадцати стих. На проекторе можно читать на болгарском языке. На проекторе, может, так увидим на болгарском. Я начну. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, вот дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Верующий в него, то есть в Иисус Христа, в Ишуам Ашех, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Аминь. Аминь. И вы знаете, это место, оно говорит о том, что как Моисей вознес медного змея на знамя. Мы чуть попозже прочитаем эту историю подробно. Малко покыснуште, прочитаем тази историю поподробно. Она написана в книге чисел. Так надлежит Иисус Христу быть вознесен. Так Иисус Христос треба да быть вознесен, чтобы все те, кто верует в Него, не погибли. Да не загинат. Но получили жизнь вечную. Спасение. И также приводятся места, которые говорят о том, что общение, което указывают за това, че общуванието во Святом Духе есть что? Свет. И какво? Светлина. Когда мы собираемся во имя Иисуса Христа, и начинаем иметь общение во Святом Духе, начинаем просить, чтобы Бог нам открыл Свое Слово. Започваме да молим, Господа не утвори Свое Слово. Приходит свет Иисуса. Идва светлината на Иисус. И знаете, что происходит? И какво се случва? Каждый раз. Всеки път. Каждый раз Его свет изгоняет всякую тьму из нас. Изгонва всякаква тъмнина от нас. Написано тьма, не смогла Его объять. И пишет, че тъмнината не могла да го обгарни. И куда этот свет приходит, а туда уходит всяка тьма. От там бяга всякаква тъмнина. Мы сегодня сидим во свете. За что-то си помолихме. Потому что мы поклонились Богу. За что-то си поклонихме на Господа. Призвали Его имя. Призвахме имя Тому. И сейчас мы читаем Его Слово. И Дух Святой помогает нам разуметь. Аминь или не аминь. И приходит свет Божий. И идва Божия та светлина. И изгоняет всякую тьму. Изгонва всякаква тъмнина. Знаете, на этой неделе проходил один семинар. И тази седмицами навах один семинар. Где один спикер говорил такие слова. Что если вы с кем-то дружите, человеку степриятелся с някого. Чтобы продолжать эту дружбу. За допродолжавайте това приятельство. Нужно иметь общение с этим человеком. Треба доймать общение. Аминь. Правда. Нали. Потому что если вы не будете общаться. За что-то оконеси общение. Ваша дружба будет ослабевать. Ваше приятельство сейчас стало послабо. И в вашей дружбе начнут появляться какие-то проблемы. И сейчас появятся некоторые проблемы. И в конечном итоге ваша дружба может, конечно, и прекратиться. И в крайне сметка приятельство твое может даспре. Что нужно делать для того, между нами. Между нас. Нам нужно разговаривать. Треба да си говорим. Общаться друг с другом. Да си общуваме. Искать встречи друг с другом. Да търсим срещи. Прояснять какие-то недопонятые слова. Да изясняваме някакви думи, които не разбрахме. Недавно я прочитал выражение Антона Павловича Чехова. Наскоро прочетох един израз на Чехова. И он сказал так. И той казва. Я несу полную ответственность. Че нося полна отговорност. За то, что я говорю. За то, кое ты говорим. Но я не несу ответственность. Обаче не нося отговорност. За то, как вы это поняли. За то, как сте го разбрали. Понимаете? Разбираете ли? Потому что мы можем что-то сказать. За что-то можем да кажем нечто. А люди могли понять по-своему. Похората да го разберят по свой си начин. Перевернуть как-то это. Да го приубернат. И обидиться. И да си рассърдят. И ты смотришь, что что-то общение прекратилось. И ты гледашь, спряхтись и да си говорите. Что надо сделать? Какво трябва да си направи? Надо найти своего друга. Трябва да намерите свое приятель. Что случилось? И да го питате, какво си излучило. Может быть, ты что-то не так понял. Может быть, нечто не си разбрал как права. Давай объясним все. Нека си объясним. Я скажу тебе, что я имел в виду. Ще ти кажа, какво си имал в предвид. И если такое общение продолжается. И как у това общение продолжается. И проясняется какие-то вот такие слова. И се изъясняват някакви думи. Недопонятые. Които не сте си разбрали. То проблема уходит. Тугау проблема си заминала. Мы имеем верного друга. И мы вместе верен приятел. Кто он? Кой той? Мы сегодня об этом пели. Наш друг, сам Господь Иисус Христос. Наши приятелы, семья Господа Иисус Христос. Он назвал нас. Своими друзьями. Свои приятели. Но вы знаете, что нужно делать, чтобы эта дружба усиливалась? Обаче какво трябва да правим за да се засилит тва приятелства? Нужно читать Слово Божие. Требва да читаем Божие это Слово. И молиться Богу, чтобы Бог открывал. И да се молим на Бог, Той да ни показва. И делайте это постоянно. И да го правим постоянно. Потому что хорошие друзья, Защото хубавите приятели, Они ищут общение друг с другом. И търсят общение между си. Я знаю. Если у меня есть какая-то проблема в молитве, И знам, че ако имам някакъв проблем в молитве, Значит я нерегулярно молюсь. Значит не се моля регулярно. Нет дисциплины. Няма дисциплина. Не обо всем советуюсь с Иисусом Христом. За всичко се советуюсь с Иисус. По всякому поводу призывая Дух Святой. По всеки поводу аз призывавам Святия Дух. И начинает возникать проблема. И започват да се появяват проблеми. И я думаю, что сегодня хороший к нам приходит такой совет. И днес ни идва хубав совет. Чувствуй, что что-то не так. Че ако усетишь, че нещо не е наред. Какое-то препятствие в молитве. Някакви препятствия в молитвата. Помолись. Помолись. Приди к Иисусу. Ела при Иисус. Спроси от Духа Святого. Питай Святия Дух. Дух Святой откроет. Где проблема? Святи Дух утворимей. Покажи, где ей проблема. И проблема уйдет. И тощите за мини. Скажи аминь. Скажи аминь. Слава Богу. Потому что это истина. Твоя истина. И вот я сейчас открою вот это место. Иси гащи утвори следующее место. Которое написано в книге чисел. Книга числа. В 21 главе. В 21 главе. С 4 стиха. От 4 стиха. На проекторе. На болгарском. Я начну читать. От горы Ор отправились они путем Черного моря. Ну то есть старославянское слово червонное. Это значит Красное море. Чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ. Давайте мы запомним это слово. Малодушие. На пути. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, ни души нашей. А противила эта негодная пища. И это они говорили о небесной манне. Можете себе представить. Бог дает пищу. Господь им дала храна. А нам это надоело. На тях им ее образно. И мы говорим на Божью пищу, что надоело. И те, казывают на Божью эта храна. Она абсолютно негодная. Тя абсолютно негодная. Это уже невозможно слушать. Невозможно досить слушать. Я читал эту Библию уже сто раз. Надоело. Вот так примерно говорили про небесную манну. И послал Господь на народ ядовитых змей. Когда мы отступаем от Бога, приходят проблемы. Которые жалили народ и умерло. Вы можете себе представить, что Бог допустил? Множество народа. Чем много хора. Из сынов Израилевых. От сыновей на Израил. Из избранного народа начали погибать люди. От избрания народа започнах да измирят хора. Почему? За что? Только по той причине, что они начали малодушствовать. Ради причины, что они сняли терпение. И раптать на Бога. И започли, да се уплаква тот Господь. И умерло множество народа. И пришел народ к Моисею и сказал. Согрешили мы. Хорошо, что народ осознал. И всегда очень хорошо, когда мы вовремя что-то осознали. Пришли к Богу. И признали это. Покаялись. И опять пошли за Богом. Но иногда этого не происходит. Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моисею Господу о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе медного змея и выставь его на знамя. Если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисея медного змея. Вы знаете, медь всегда в Ветхом Завете это прообраз суда. Медь прообраз в Библиоте винаги представляла сад. И выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он взглянув на медного змея, оставался жив. Аллилуйя. Что-то Господь открывает. Господь утварил ли вы нечто? Смотрите. Вот мы сейчас живем в страшное время. Сега живем в страшные времена. И верующий человек, он может сказать. Может да каже. Господи, что вообще происходит? Господи, какво се случва? У меня проблемы везде. Имам проблемы на всякаре. Финансы почему-то не поступают. Финансы не идут. Я заболел коронавирусом. Разболяхся от коронавируса. Потом опять заболел. Потом пошел поставил вакцину. И опять заболел. Потом пошел, сделал вторую, файзер. И опять заболел. Ну и хорошо, что вовремя остановился, правда? А тут еще и землетрясение. Голод обещают в ближайшее время. Что вообще происходит? Вы знаете, вот эта древняя история с Израилем. И та же древняя история за Израил. Есть прообраз нашего странствования за Господом. Прообраз на нашето следование след Господ. Как Израил был выведен из Египетства. Както Израил был изведен от Египет. Так и мы когда-то были выведены из власти Сатаны. Правда? Такая и ние бяхме искарени от властта на Сатана. Из власти греха. От властта на греха. И как сейчас мы идем? И сега как вървим? Через что мы сейчас проходим? През какво преминаваме? Написано огненное выкрещение. Пиши огненное крещение. Приключение для вас странного? Приключение за вас? Не чуждайтесь. Не все страхувайте. Что есть огненное крещение? Какво значит огненное крещение? Это испытание. Ваше испытание? Мы сейчас проходим через пустыню. Сега минаваме при спустыне. Так или не так? Так или? Ну то есть история повторяется. История все повторят. И Господь ведет нас куда? И Господь не вводит к идее. Он ведет нас в обитованную землю. Води не към обитованната земля. И золотой город уже приготовлен. И златния град вече е подготовлен. Кто в это верит? Кой верил в това? Ну вот я в это верю. Аз вервам. Что для меня приготовлен определен дом. Что за мене подготовлен определен дом. Что улицы в золотом Иерусалиме. Золотые. Са златни. Блестят как зеркало. И блестят как угледало. Ты сможешь увидеть там свое отражение. Чистейшее золото. Чистичь. Найчистото злато. Основание этого города. Основанието на този град. Оно состоит из самых невероятных драгоценных камней. Которые описаны в книге Откровение. Които се описывают в книгата Откровение. А если Господь что-то пообещал. Пак ако Господь обещал нечто. Написано. Он не человек. Пише, че той не е человек. И он не обманывает. Его обетование – это да и аминь. Он обязательно их исполнит. И вы знаете, вот этот прообраз того, что Иисус Христос, он был так же, как вот этот медный змей вознесен. И този прообраз на Христос был подобен на този медный змей. Да, как на небо вознесен. Он сегодня восседает на троне на небесах. И мы, оказывается, на Него можем смотреть, правда? А змеи кусают. И знаете, змеи – это не обязательно какие-то катаклизмы. В первую очередь это наши мысли. Это вот это вот малодушие. И стал Израиль малодушевствовать. Что такое малодушие? Какое значит малодушие? Знаете, это моя душа. Человеческая душа. Човешката. То есть по плоти. Моя душа она очень маленькая. Моята душа е много малка. И я сегодня не призван жить по своей душе. И днес не съм призван да живее по своей душе. Я призван жить как? Аз съм призван да живее как? Я призван жить по духу. Да живее по духу. И так написано. И пише. Нет сегодня никакого осуждения. Которые живут не по плоти. Но по святому духу. А по святию духу. И водятся не плотью своей. И все водят не по своей плоти. Не своими вожделениями. Не по своими желаниями. А водятся духом святым. Обаче все водят от святия дух. И смотрите. И вижте сега. Библия нас призывает. Библията не призувава. Не смотреть на этих змей. Да не гледаме тези змеи. Пленять всякие помышления. Да пленяваме всякакви помисли. Мысли приходят. Идва не мисъл. Господи, ну что вообще происходит? Господи, какво се случва? Я уже говорил. Вече ви го казвах. Там не так и здесь нет. И тук не е наред. И там не е наред. И вот эти страшные катаклизмы. Ну как это вообще Бог мог допустить? Тези страшни събития. Как Господь би могил да го допустни? И вот так незаметно подкрадывается какой-то ропот. И така малко по малко идва някакво оплакване. Господи, где живе я? Почему я скитаюсь? За что скитам? Ну вы знаете, мы не можем упрекнуть Иисус Христа. Обаче мы не можем да упреквам Иисус. Потому что, вы знаете, даже написано. Птицы имеют норы, да? За что-то пишет, че даже и птицы изимат свои гнезда. А сыну человеческому негде было голову свою преклонить. Пак че Божия сын нямал у кадеда сискуни главата. Наша семья когда-то сделала такое решение. Мы получили предупреждение, откровение от Господа. Что надо ставить свой дом. И отправиться в Болгарию. И затрыгнем за Болгарией. Как миссионер. И мы продали все. Нужна ли была вера? Нужно было бы мне советоваться с плотью. Дали я трябвало да се советвам с плотью си. Знаете, если бы мы начали советоваться с плотью своей. Ако бихме започнили да се советваме с слоето плоть. То бы мы бы никогда бы не оставили в эту комфортную зону. Ни и никога не бихме оставили в эту комфортную зону. Потому что там у нас было все. Защото там имахме всичко. Но мы пошли по вере. Обаче трыгнахме по вере. И сегодня Бог благословил нас. И днес Господь не благославя. А сейчас Бог нам открывает двигаться дальше. Пока сега Господь не утваря да се движим напред. Ну понятно, мы сразу не двинемся. Еще надо поставить служителей. Трябва да оставим служителей. Поднять все служения. Да издигнем другие служения. Расширить церковь. Да расширим церква-то. И потом уже Господь усмотрит, да как Бог скажет, так и будем действовать. Но мы уже научены. Обаче вече сме научены. Что если Бог говорит, че ако Господь не казва нещо, значит трябва да тръгнем след Него. А не да се съветваме с плотта. И знаете, вот про вот эти катаклизмы. И за тези катаклизми. Я немного скажу. Ще кажа малко. Просто повторю, потому что я об этом проповедовал. Аз вече съм проповедовал за това. В 2019 году. В 2019 година. Кога началась пандемия. Когато започнела пандемия. И я рассказывал о том, что я раньше был в правительственной комиссии Казахстана. Рассказывал за това, че предистом бил в Державан-то комиссия на Казахстан. И когда начали падать протоны в Казахстане. Когато започнели это падать? Протоны, ракеты такие. Протоны, не ракетии. Вот они взлетали. Потом по каким-то причинам почему-то падали на территорию Казахстана. чтобы исследовать людей. Получили ли они там какую-то дозу радиации? И что может произойти с человеком? И какие меры надо предпринять? И когда началась пандемия, я позвонил специалистам, и мне сказали, я говорил вот эту фразу, и еще раз ее повторяю, мы исследовали коронавирус под самым большим микроскопом, который только есть в Казахстане. И установили, что это абсолютно искусственно созданный мутированный вирус. Искусственно созданный вирус, который был подвержен мутации. Под воздействием радиации, естественно. И он был каким-то образом вышел из-под контроля. И той по някакъв начин е излязал извън контрола. И сейчас мы можем сказать, что в принципе, по Женевской конвенции, это оружие, биологическое оружие, массовое поражение. Но вы, доктор, там не распространяйтесь. Обаче, вы, доктор, и там не говорите много. Потому что вам все равно никто не поверит. Потому что доказать это на сегодняшний день невозможно. Но где-то через месяц я все равно начал об этом проповедовать. Обаче, някакъде след месяц започных до проповедов за това. И я молился. И си молих. И спрашивал у Господа, что это. И питах Господь, как воет това. И получил тогда очень короткое откровение. И тугаво получих краткое откровение. Которое я опять же поделился. Кое-то споделих с вас. Я помню, по-моему, это на телевидение тогда не пропустили. Тугаво не не пустных на телевизию. К сожалению. Но там я предупреждал. Обаче, там предупреждал. О том, что все то, что написано в 26 главе Евангелия от Матфея. За тувачевсичку, кое-то пишу в 26 глава. Последние времена. В откровении Туна Иоанн. О том, что будут воры. И глады. Глад и смерть. И народ восстанет на народ. И народ, что восстанет средь ту народ. Будут войны по местам. Жтима войны. И будут еще что? И жтима как во. И будут еще землетрясения. Землетрясения. То, что мы сейчас все видим. Но вы знаете, я получил от Бога, потому что у одного из пророков звучит такое предупреждение. Погублю губящих землю. Что все вот эти катаклизмы, которые уже сейчас происходят, болезни, голод, войны, оранжевые революции, землетрясения, будут вызываться искусственно. Ще се предизвикват искусственно. Они будут создаваться человеком. Те ще се создават от човека. По разным причинам. По различни причини. Потому что вы знаете, у Сатаны тоже есть свои последователи. Защото Сатана също си има свои последователи. Вы знаете, если Иисус Христос говорит. Ако Иисус Христос казва. Только тогда узнаю, что вы мои ученики. Само тогда вы станете, что вы или мои ученики. Когда увидят, что? Когда увидят любовь между вами. Дьявол сегодня говорит так. И Дьявол сегодня говорит так. Он есть Сатана. Он делает все наоборот. И говорит он все наоборот. И Он говорит своим последователям. И Той казва на своите последователи. У Сатаны есть дети. Иисус Христос фарисеев называл. Иисус Христос нарича фарисеи, что Ваши отец и Тебя. И Сатана примерно говорит так. Только тогда люди увидят, что Вы Мои дети. Вот такие вот сатанисти. Когда увидят ненависть между Вами. Непрощение. Бога ненавистничество. И Вы будете это не только сами делать. Но научите целые народы. Через информационную войну. Через пропаганду. И мы сейчас все это видим. Стамбульская конвенция. Вся вот эта гендерская политика. То, что лидеры этого мира все бесплодные почему-то. Это тоже признак, правда? И Вы знаете, я как раз тогда говорил вот эту фразу. О том, что наступит время, когда даже землетрясение будет вызываться искусственно. И недавно я читаю, буквально вчера я прочитал это. что ученые наблюдали, что ученые наблюдали, сейсмологи, прямо перед землетрясением, на той территории, где ударило землетрясение, основной очаг, люди видели северное сияние. Хората са видели северное сияние. Сини лучи, выходящие из-под земли. Вы можете себе это вообще представить? Можете ли да си го представите? Северное сияние нигде не будет на полярном круге, да? Северное сияние не е някъде на полярный круг, а северное сияние над южной страной. И ученые предположили, что было применено, сейсмическое оружие. Это был определенный такой превентивный удар. Кому-то просто намекнули. Живи спокойно, слушайся, и все будет хорошо. Я сегодня задам вам такой вопрос. А как вы думаете? А где будет следующее землетрясение? Вы знаете, поступают такие сообщения, и в новостях это передается. И поступят сообщения, и по новините го дават, о том, что с территории России, в срочном порядке, происходит эвакуация. Граждане на определенной страны покидают Россию. Вам что-то становится понятным? Мне становится абсолютно понятно, что к чему-то идет подготовка. Выводы сделайте, пожалуйста, сами. Но я думаю, что просто для нас это могут быть и как знаки определенные. Если увидите над Болгарией северное сияние, ну, по крайней мере, выйдите из своих домов, куда-нибудь на открытую площадь. Это вот вам такой вот врачебный совет. И совет пастыря. И сегодня я также хочу немножко рассказать предысторию. Ты расскажи одна предыстория. У меня возникло побуждение и сегодня также спеть песню одну. Возник на ми и днес, да и спей одна песен. Она называется... Разные названия. Та има различные имена. Белогвардейская. Белогвардейская. Или вот эта песня, дорогая графиня, не пишите мне песен. Или песен с капографиня, не пиши. Я немножко расскажу про свое хасийское творчество. И мало еще расскажешь за хасийское творчество. Ну, кстати, в Казахстане я не терял времени даром. В Казахстане я не сын все губил время ту. Я записал диск. А записал диск. Со своими песнями. Со своими песнями. Там есть песни на мои стихи. И там има песни со смойте стиховой. Есть песни на мою музыку. Има песни с мойта музыка. Но в основном звучат такие хасийские песни. Кто такие хасиды? Хасиды – это древнее направление евреев. Я тоже еврей. Я принадлежу к этому сообществу. В плане творчества, конечно. Их движение началось в 18 веке. Они были очень музыкальны. Играли на многих музыкальных инструментах. И они брали какие-то очень, но очень популярные всем известные песни. И переделывали их на Божий лад. С какой целью? С той целью, чтобы неверующий человек, слушая эту песню, просто призадумался. Призадумался о Боге. Призадумался о вечности. И вы знаете, в этой песне звучит такая история. Она похожа сегодня и на истории многих людей, которые сегодня бежали до территории Украины. Вынуждены были. Потому что это страшно. Мы даже не можем себе представить, что значит жить в доме, в которой в любой момент может прилететь ракета. И кто-то даже может не успеть покаяться. Просто взрыв и конец. И это тоже еще один призыв. Будьте всегда готовы, что что-то может случиться, потому что это происходит совсем рядом. И это история об одном белогвардейце. Конечно же православном. Потому что в те времена, это вот гражданская война, это революция. Русские, украинцы, белорусы, славяне. Все считали себя православными. Да, мы верим в Бога. Ну Библию не читаем. По Евангелию не живем. Для нас это просто как дань моде. Потому что мама у меня была православная. Папа был православным. Боштами был православен. Дед даже был священником. Дядами даже был священником. Ну вот и я православный. И сега я сам православен. У нас в Казахстане интересная такая ситуация. Казахстан, им их мы интересные ситуации. Что если ты рождаешься русским, ты автоматически становишься православным. А если ты родился казахом, тебе говорят, ты мусульманин. А я в кого верю? Но ты же Казах. Значит ты мусульманин. А ты русский, значит ты православный. Ну, знаете, вот такой стереотип. Ну, люди, знаете, я не осуждаю православие. Я скажу исторический факт. Мы сейчас изучаем в Академии. Духовная Академия. Изучаем историю церкви. Мы проходим о том, что католическая церковь когда-то была в апогее своем. И виждаме, че католическая церковь някога и была на достаточно высоком уровне. Византия. Константинополь. Император Константин стал христианином. И началось такое мощное движение. И започнуло мощное движение. Которое вывело христианство даже на государственный уровень. Което изкарало христианство даже на държавном уровне. Но когда христианство стало государственной религией. Но, к сожалению, ни к чему хорошему это не привело. И православие, православная церковь, она дошла до своего апогея в конце 18 века. А в конце 19 века, если говорить про территорию всего царской империи российской, то она достигла очень значительного упадка. Все люди считали себя православными. Но никто, по большому счету, в Бога не верил. В том плане, что и не собирался жить по его заповеди. И тем более не водил со Святым Духом. Знаете, когда приходит в страну какая-то беда, и когда в държавата идут какие-то проблемы, например, в Израиле, это очень большой пример. И так было всегда. Весь Израиль ищет Бога. Все молятся. И Бог дает мощную победу. Израиль довольно быстро поднимается на самую невероятную высоту. Так что соседние страны смотрят, и говорят, с ними Бог. Это явно. Потому что если перед ним море раздвинулось, река Иордан вот так, просто вот так расширилась, они смогли спокойно пройти. О чем еще можно говорить? Конечно, с ними Бог. И любая другая страна, когда ищет Бога, она начинает процветать и входит в состояние безопасности. Состоянието на безопасность. И наоборот, когда она отступает. И обратно, когато отстъпва. И Церковь начинает проповедовать какие-то страшные человеческие вещи. И Церковь започва да проповедва някакви страшные човешки неща. Просто обмен какой-то начинается. Торговля. Просто начинает Евангелие продавать буквально. Започват Евангелието да го продават. Появились библейски коучи. Появяват се библейски коучи. Или такие пастыря, которые конкретно, на самом деле, възсели на трон. То это конкретно беда. Начало беды. И вот об этом я сегодня хочу спеть. Эта песня именно об этом. Один православный белогвардеец бежит от гражданской войны, где русские убивали русских, где украинцы убивали украинцев, и где белорусы убивали белорусов. Братоубийственная война. И он бежит и попадает в Турцию. И знаете, конец этой песни очень страшный звучит. И он звучит так. Звучит последний начин. Ах, родная отчизна. Ах, родная держава. Разве ты виновата? Дали си виновна. Что пускай я пулю. Чей прашном куршум. Посидевший висок. Во в... Посидяла глава. Ну, эту песню можно было бы еще назвать так. И тази песню можем дайнарить, чем последний начин. Песня суицидника. Песня суицидника. То есть он спел песню и застрелился. То есть спел тази песню и застрелил. Ну, такую песню я сегодня не буду исполнять. Обаче тази песен няма да я исполнявам по този начин. У меня такого пистолета нету. Поэтому последние слова я просто молился. И за това последните думи ще се моля. И я сегодня их по-другому спою. И ще ги испея по друг начин. Они звучат так. И те звучат последний начин. Видно мало молились. Мало Бога молились. Малко сме се молили на Господ. Оставихме Господ. И оставил нас Бог. И Господ не остави. Это такая предупреждающая песня о том, что может произойти с любой страной, когда она совершенно отступает от Бога, была христианской, а стала полностью безбожной. Послушайте немножко.